В настоящее время под крылом стражей порядка находится 8 детей, и каждому из них уделяется много времени. Наставники часто приезжают к ребятам в гости, помогают в учебе и всех начинаниях. И, конечно же, следят, чтобы они не совершали никаких правонарушений. В прошлом году Наталья Николаевна обратилась к нам сделать такую программу, такой конкурс, как лучший шеф-наставник, для того, чтобы в какой-то мере сблизить более тесно детей с моими сотрудниками, чтобы они не как сотрудник и общался, а как уже простой человек, простой человек старшего поколения, и подсказывал им, и где-то помогал в учебе, в личной жизни, спортивной и так далее. И сегодня дети и их наставники встретились вновь, но не в привычной для всех обстановке, а в онлайн-режиме. Сделано это в целях соблюдения режима самоизоляции. Дети и взрослые, безусловно, были рады такой встрече, ведь друг для друга они стали уже родными. И каждый хотел поделиться своими успехами и рассказать о том, как идут дела. Наставники интересуются своими подопечными не только в рабочее время, но и даже на выходных. Вы знаете, вот, пожалуй, впервые за последнее время приход вашего сотрудника, Романа Валерьевича, был очень неожиданным, выходной день. Накануне мне раздался звонок на телефон, и его супруга попросила встречи в нашем детском доме. Это был, пусть и такой мимолетный момент, но очень крокотильный. Для того, чтобы еще больше сплотить воспитанников со своими взрослыми друзьями, было предложено запустить онлайн-конкурс на лучшего шефа-наставника 2020. Он пройдет в три этапа. Первое – совместное сочинение на тему Великой Отечественной войны. Второе – презентация какого-либо фильма на ту же тематику. И третье – разработка творческого изложения о необычных фактах военных лет. Сотрудники полиции, конечно же, поддержали такое предложение и готовы снова показать достойный пример своим подопечным. Мы всегда принимаем участие во всех мероприятиях, приглашаем их к себе в гости, ходим в гости в Центр помощи детям и участвуем в совместных таких различных. Несмотря на режим самоизоляции, ничто не мешает сотрудникам полиции общаться с детьми и принимать активное участие в их становлении на правильный путь. Ведь этим ребятам необходимо внимание именно таких наставников. Алена Белозерцева, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Открываем все.